Поздравить с таким замечательным званием, как академик, в таком молодом возрасте, пожелать вам счастья, здоровья и новых научных проектов. Разрешите от Совета депутатов, от главы округа поздравить вас и пожелать вам дальнейших успехов. От студента-практиканта в Федеральном научном центре овощеводства до директора, а теперь уже и академика Российской академии наук. Алексеев Солдатенко, 42 года. Несмотря на молодой возраст, ученый уже успел заслужить высокое звание. Он убежден, именно научный центр позволил ему реализоваться. Наверное, самое главное – это то достижение, что мы совместно с Федеральным центром овощеводства правильно и грамотно работаем на благо Российской Федерации в рамках импортозамещения и решения задач по доктрине продовольственной безопасности. Один из лучших учеников рассказывает про Алексея Солдатенко его учитель Виктор Федорович Пивоваров. Гордость за него переполняет. Лично мной было подготовлено 45 кандидатов в науку и 21 доктор. И вот один он из этого количества большого. Но надо сказать действительно, что он проявил себя как настоящий ученый. Особенно он проявил себя тогда, когда стал директором нашего Федерального научного центра овощеводства. Уже 6 лет Алексей Солдатенко возглавляет Федеральный научный центр овощеводства. За это время здесь создали много уникальных овощных культур. Какие самые такие интересные сорта и гибриды были выведены при руководстве Алексея Васильевича? Например, вот перец сладкий адепт. Это гетеройсный гибрид F1. Самое интересное то, что он растет прекрасно у нас в Подмосковье и содержит витамин С. Можете представить? В два раза больше, чем в лимоне. Депутаты-единороссы не смогли остаться в стороне. Поздравили академика с новым званием. Посмотрели, какие работы ведутся в научном центре. Федеральный научный центр овощеводства, который мы сегодня посетили, это действительно ведущая научная организация в нашей стране, которая обеспечит всех жителей нашей страны качественными, хорошими овощами. Спасибо большое. Спасибо. Будем работать на Российскую Федерацию.